В случае нарушения трудовой дисциплины, работа с обязанными лицами, условия и охрана труда, техника безопасности. Спектр обсуждаемых вопросов настолько велик, насколько разнопланова работа профсоюзных организаций. Поэтому и знакомство с объектами, и специфика их работы носила комплексный характер. Во-первых, мы стараемся быть не в худших, а в лучших, дабы показать, что сделано, в каких условиях работают люди, как они задействуют все резервы. Почему Наровля? Ну, во-первых, профсоюзы любят Наровлянский район. Если вы знаете, федерация шефствует над Наровлянским районом уже не первый год, и причем это довольно, так сказать, широкомасштабно. Первым объектом посещения стал Наровлянский спецлесхоз. Членами профсоюза является 250 работников предприятия. Кроме бытовых помещений и рабочих кабинетов, участники заседания побывали в музее и посетили выставку творческих работ. По ходу обсуждали и рабочие моменты. Охрана труда – один из основных. Это, в самом деле, сложная структура. Самая, в сегодняшний день, травмоопасная работа, на которой уделяется очень много внимания, поэтому работа проводится. И серьезная работа, и деньги влаживаются немалые в охрану труда. Работает служба. Есть на сегодняшний день бюро по охране труда, которые занимаются этим. Задача поставлена такова. Человек пришел к нам, живой, здоровый, должен вернуться в семью. Живым, здоровым. Это самое главное. Есть, хотя уже практически искоренили. Было такое, как называемое, непонимание людей, что надо в лес одеть каску, одеть сапоги, одеть другое, третье. Это искорняется. Работаем и очень серьезно над этой темой работаем. Социальные выплаты, работа с ветеранами труда, организация досуга, эти и многие другие вопросы обсуждали в ходе экскурсии по красному мазырянину. Предприятие – одно из старейших в республике. Опыта по работе с коллективом им не занимать. За более чем столетнюю историю видоизменялся и трудовой колдоговор, который является своеобразной местной конституцией. Там оговорены практически все условия, которые затрагивают как гарантию занятости, как льготы для молодых специалистов, как льготы для ветеранов труда, льготы для всех работающих. Там оговариваются социально-экономические и производственные вопросы. Все вопросы оговариваются в тарифном соглашении, на основе которого и создается, и подписывается коллективный договор между нанимателем в лице руководителя предприятия и профсоюзным комитетом. Сегодня предприятие находится на этапе модернизации. В июле, благодаря поддержке обл. исполкома по чернобыльской программе, здесь установили новую линию по производству пастилы и мармелада. В сутки на оборудовании изготавливается две тонны сладостей. Процесс беспрерывный и практически полностью автоматизированный. В нем занято всего пять человек. Условия работы улучшаются. Вот мы новую линию поставили по производству пастилы. Естественно, работа немного облегчена, потому что старая линия, будем говорить, что на старой линии продукт получали только на третий-четвертый день. Сейчас мы его получаем за 40-50 минут. Районные объединения организаций профсоюзов включают в себя 40 первичек. Их работу невозможно представить без сотрудничества с администрацией предприятия. Работает совместно. Сегодня в одной упряжке с администрацией. Практически очень много уже сделано как по вопросам труда, быта, условий создания труда, быта. Ну и на сегодняшний день я хочу сказать тоже одно из старейших этих предприятий. И текучесть кадров практически нулевая. Более детально и глубоко основные направления работы, успехи и проблемы профсоюзов по защите трудовых прав и социально-экономических интересов работников рассмотрели на пленарном заседании. Самое сложное то, что мы работаем совершенно в других экономических условиях. Ну давайте так, вернемся на 30 лет назад. Мы с вами не понимали, что такое безработица, что такое контракт, что такое вообще сокращенный режим работы, что такое задержка заработной платы. Все это мы сегодня имеем. И в этих условиях нужно находить компромиссные варианты, дабы по максимуму сохранить социальные гарантии для людей. По максимуму постараться выйти на те проблемы, которые сегодня волнуют людей. И во всяком случае, даже если ты не нашел сегодня варианты решения, суметь с людьми беседовать, объяснять. Изучать работу в этом направлении профсоюзы планируют и далее. Следующее выездное заседание состоится на одном из аграрных предприятий области.